привет жители россии передо мной точнее за мной автомобиль kia sportage 14 года уже рестайлинговый с пробегом 76 тысяч километров если вам не слышно то я сейчас поднесу там идет музыка для работников автосервисов и слезы для хозяев этих автомобилей много уже видео выложено тысячи их в интернете люди наверное устали мы все равно его выложим конечно но фишка в чем это и на уже двигатели он гидриками 14 год навряд ли мы там дождемся масляных форсунок или еще чего-нибудь просто небольшой обзорчик по ремонту и стуку автомобиля на и на что нам ждать ждать гидрокомпенсаторов только сверху пока это единственная разница с к д пробег масло уже сказали вот он стучит очень небольшая есть особенность этого спортажа человека вот только-только купил судя по рассказам он заехал поставил в гаи прям ну покупал я так думаю горячий уж не уточняли не стали лить слезы на его душу и он поставил в гаи на учет пока там морочился с документами вышел он остыл он завел его и он стучит ну что не знаю звонил он предыдущему владельцу или нет думаю бесполезно но вы их слышите включать не гидрики гидрики стучат по-другому поэтому принято решение и он согласился находится здесь у нас мы при нем разберем моторчик и убедимся в правоте наших мыслей ну чё народ смотрите сняли уже двигатель нас со спортейджа сняли коллектора вот так вот все это выглядит стандартный двигатель проблем особых нет даже еще смотрите натяжитель недалеко вышел как я и говорил это уже и на вот они наши гидрики стоят стаканчиков нет ушли они от этой темы что сейчас сделаем мы сейчас разберем цепи с ними снимем голову и уже с вами получи увидим скорее всего причины нашего стука потом мы отсоединим блок от коробки и перевернем мы доберемся до вкладышей коленвала ну думаю что в четырнадцатом году все таки нет форсунок поэтому ребят продолжаем разборку ну что только чтобы мы сняли нашу головку смотрите 1 нормально давай опускаем вот видите вот они красавцы сейчас сфокусируется вот она поднимем вверх на поршень весь весь просто в нагаре смотри жесть как будто он не знаю плавился стальные вот цилиндрики наши вот ну что приступаем дальнейшей разборки чтобы удовлетвориться что там внизу ребят начал разобрали его понятно уже это уже сто раз все видели вот они за девочки на блоке еще показали когда там он стоял ну там он они идут особо не уделяем внимание но человеку не повезло у нас смотрите сейчас покажем шатуны хотя пробег сколько у нас 76000 уже шатуны вот вкладыши желательно сменить уже пошло вот видите и у нас один коренной вкладыш тоже поэтому принято решение будем менять вкладыша подкидывать новые колено на промерку визуально но без сейчас покажу задиров скорее всего будем оставлять такого ничего смертельного нет поэтому так ждем пока мотор вернется с гильзовки и приступим к сборке напоминаю это двигатель g4 на с и спорте же человек который только купил и он у него сразу заколотил что мы сделаем вернулись гильзов очки вот он хон все на месте кстати человек просил уже есть кто следит за этой темой видео самоделки на стюмени сверлит прокладки гбц там просверливает под каналы и человек тоже видел этот видос и просил просверлить мы сверлим дырку в итоге то или нет сверлим до в прокладки мы сейчас это выполним посмотрим как это все будет выглядеть ну что ж хозяин барин платит это заказывает музыку так что принципе готовы все ваши идеи воплотить в жизнь продолжаем собирать с вами наш на напоминаю мы меняем здесь вкладыши колено хорошая промер выдержала вкладышах были следы небольшие побитости мы приняли с хозяином машины решения и поменяем здесь все просто подбирается также по колену на блоке с одной стороны из перфорации нанесенные буквы в общем здесь все бесцветное коренные вот кому интересен номерочек такой бесцветные и наши шатунные вот они номерок тоже сборка продолжается сейчас дойдем за затяжки моментов я вам расскажу заранее забегу вперед они точно такие же как на к д ничего не поменялось но тем не менее кто не видел напомним помимо гидрокомпенсаторов на этом моторе на и на есть еще тоже одна особенность если вы помните недавно выкладывали видео о том что поршня на горячий палец вставляется то наверно они уже от этого ушли здесь все просто с двух сторон стопоры смазывайте палец смазывайте поршень и усаживайте его на место и потом защелкивайте стопор и все работает поэтому работа по замене поршней здесь немножко облегчилась происходит сборка мы протянули сейчас шатунные коренные шейки поставили новые вкладыши уже показывал смотрите видите все вращается свободно по моментам все максим у нас получается шатунные тянутся 22 ньютон на метр потом доворачиваете 90 градусов коренные постель в ней они стоят и постели здесь затягиваются притягиваются 31 ньютон на метр и доворачиваются примерно на 120 градусов 120-125 дает программка но мы на 120 протянули поэтому продолжаем собирать наш двигатель увидимся с вами когда будем притягивать голову я вам тоже расскажу о моментах сборка идет полным ходом уже мы закрепили коленвал я вам показал протянули его сейчас будем устанавливать нашу гбц что сделали с гбц поменяли маслосъемные колпачки она находится ворон наших максимушка держит с гидрокомпенсаторами там проблем нету с ней что остается остается нерешенным вопрос человек просил у нас а все-таки на совете мы решили этого не делайте не лезть заводские ремонтные там человек в тюмени как сверлил пусть их сверлит удачи ему вот видите на первом цилиндре есть два и он хотел человек чтобы мы вот здесь просверлили ему на этой половине но уходя поговорил с нашим мастером виктором и оставил на его усмотрение постояв примерно где-то может минут 20-30 мы пришли к выводу что все таки не будем сверлить поэтому ставим нашу голову и сейчас я вам расскажу как установим ее по моментам затяжки пройдемся пробежимся чтобы все что люди не знают знали какие они там голову притянул максим что могу сказать тянутся болты как всегда центру краям крест накрест ничего сложного тянется голова в три этапа первый этап этот 35 36 ньютон метров и потом после там 15-20 минут доворот на 90 градусов после третьего этапа все в принципе вы протянули вы и мы сейчас продолжим собирать поставим грм на место вот и закроем его крышкой сборка двигается подходит все завершению был тут снегопад на выходных машинку заталкиваем сейчас оттает согреется и установим наш g4 на на этот двигатель ой на эту машину поэтому скоро думаю завтра человек его заберет от нас исторический момент начинается установка двигатель собрал наш максим приготовили на подушке объясняю почему стола удобней снизу лучше заходит и если будет лежать прям на столе это упрется до подвеску уже все рассчитано до миллиметра поэтому когда будем ставить там от завтра сейчас начнешь сейчас воткнем и ну чё скажешь что нибудь хорошие и отстань да я понял давай будем устанавливать но все наш g4 kd собран мы готовы отдать счастливому владельцу стуков нет не знаю можете послушать работает он это форсунки стучат много там ребят пишет о ничего не изменилось ну конечно поэтому всем удачи приезжайте к нам пока